Вы помните, я приношу только хорошие новости. Вот очередная. Последним законным президентом США был Роберт Никсон. Его ушли еще в 1974 году. В результате государственного переворота, прикрытого при помощи СМИ и сфабрикованного ими же от Эргейтского дела. Все думают, что это Никсон покушался на американскую демократию. А на самом деле все было наоборот. И это он был ее последним и неудачливым защитником. Нечто подобное мы наблюдали в деле Трампа, которого СМИ чуть не отправили в отставку и уж во всяком случае повязали по рукам и ногам. Тот же информационный трюк проделали и с Ричардом Никсоном. Свою жертву заговорщики сумели изобразить главным злодеем и подговорили толпу, чтобы это безропотно проглотило устранение законно избранного ею же главы государства. Все остальные президенты США уже не были законно избранными. Ибо в Белый дом их приводили все те же заговорщики. И уж по-любому они были лишь продолжением и закреплением переворота, который не просто отправил в утиль президента Никсона, но и крыто изменил весь ход американской, да и мировой истории, пустив ее по самому негативному сценарию. Впрочем, этот сакральный переворот начался на 11 лет раньше, в 1963 году. Тогда, 22 ноября, в Далласе был физически убит другой президент США, Джон Кеннеди. Грубому и публичному насилию заговорщикам пришлось прибегнуть лишь потому, что еще не было достаточно отработанными более мягкие методы политического убийства, информационные. Вот ирония судьбы. Продолжателем дела Кеннеди станет его политический противник, мало того, соперник на выборах 1960-го, республиканец Ричард Никсон. Как это получилось? А все очень просто в этом непростом мире. Просто Джон Кеннеди и Ричард Никсон были очень умными людьми, что большая редкость в высших политических кругах США. Там любят кастоломов или услужливых ублюдков. От остальных жди неприятных сюрпризов при таких-то возможностях и полномочиях, какие формально есть у президента Америки и всего свободного мира. И вот эти-то сюрпризы Кеннеди с Никсоном и обеспечили американскому эстеблишменту. Так, например, уже будучи сенатором, Кеннеди с самого начала не поддерживал идею американца вторгнуться во Вьетнам, да еще вслед за французами. Не нравилась ему и антикоммунистическая активность сенатора Маккарти. Все это были звоночки, которые пропустил американский эстеблишмент, не заметил за широкой профашистской спиной Джозефа Кеннеди, старшего отца Джона Кеннеди. Ох, как горько пожалел о своей слепоте эстеблишмент уже во время Карибского кризиса. Он-то думал, что заполучил ручного президента, а вышло. И вот 22 ноября 1963-го под ярким полуденным солнцем Техаса в городе Далласе, чьи размашистые улицы словно специально расчерчены для стрельбы снайперских винтовок, несколько человек замаскировались на железнодорожной насыпи, что доминирует на извивающейся внизу Элм-стрит, по которой должен проехать, замедляясь, открытый лимузин президента. Впрочем, для них он уже не президент, а цель, которую везут прямо на убой. Ибо стрелки расположены так, что обеспечен перекрестный огонь. И шансов у Кеннеди просто нет. Да, в Ричарда Никсона никто не стрелял одновременно из трех снайперских винтовок. Его убили словом. Но как же он, республиканец, южанин и ярый антикоммунист, попал все же в перекрестье прицела? А просто заняв высокий государственный пост, он, как и Джон Кеннеди, стал думать не только о себе, но еще и о народе. Кеннеди не допустил ядерной войны, которая уничтожила бы этот народ, разрешив вместе с Хрущевым карибский кризис. Никсон вывел Америку из Вьетнама и вместе с Брежневым ввел ее в политику разрядки. И тем оба президента, демократ и республиканец, подписали себе приговор. За что? А за то, что договаривались с Россией. На этой позитивной ноте я и говорю. До новых радостных встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин